Девочка-пай В области IT я работаю более 20 лет, в компании «Чекмарс» я работаю 8 лет, чуть больше, начал как разработчик, и несколько лет спустя я перешел в отдел именно работы с заказчиками, работаю на многих континентах, и в Латинской Америке, и в Европе. Мой основной бизнес связан с Россией, и здесь мы сумели продвинуть наш продукт в многих ведущих компаниях в стране. Мы сейчас занимаемся активными исследованиями в области искусственного интеллекта, и мы хотим показать на презентации, как искусственный интеллект, с одной стороны, может быть использован злоумышленниками для компрометации атак к систем, с другой стороны, как эти же технологии могут быть использованы именно для защиты этих систем и противодействия злоумышленникам. Искусственный интеллект на самом деле является очень мощным инструментом, он позволяет распознавать угрозы на самых ранних этапах, поэтому мы не только решаем проблемы, которые угрозы создали, мы умеем их распознать на самых ранних этапах, и в этом является огромной пользой. Есть очень много случаев, чьи угрозы можно предотвратить с помощью искусственного интеллекта, например, поведенческое настроение пользователя, мошенничество, все с помощью искусственного интеллекта это можно преодолеть. Если преступник использует атаки, базирующие на искусственном интеллекте, он использует те механизмы, которые позволяют обойти уже существующие детерминистские системы защиты. Для того, чтобы противодействовать таким типам атак, нужно использовать такую же технологию, может даже более продвинутую, и тогда мы сможем создать настоящую защитную стену против них. Сегодня разработка области искусственного интеллекта находится во всех векторах индустрии. Это и медицина, это и финансовый сектор, это и e-commerce, но важно отметить, что искусственный интеллект используется не только в стартапах, и об этом буду говорить сегодня на докладе, и в больших компаниях. Google сделал огромный прогресс, когда вы в Фейсбуке помечаете фотографию, вот это предложение, кого пометить, использовать искусственный интеллект. Это очень-очень широко применяется. И также атакующая сторона использует технологии, например, для очень продвинутого фишинга. Мы называем это охотный китов, который позволяет распространять зловредные мейлы, но только с целевой аудиторией лиц, принимающих решения, например. Обязательно нужно участие специалистов. Область очень продвинутая, очень сложная, очень перспективная, но это область, которая требует живого интеллекта для того, чтобы развивать искусственный интеллект. Дело в том, что искусственный интеллект требует определенных направлений, настроек человека. Полученные результаты обрабатываются, делается тюнинг, 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 более как бы точная настройка результатов, и без помощи специалистов на сегодняшний день это еще не работает. Для того, чтобы противостоять угрозам, необходимо использовать много разных технологий, которые умеют коррелироваться между собой. Необходимо создать целые зонтики или целую сеть зонтиков защиты, где каждый слой будет уметь противодействовать той или иной угрозе. Нужно использовать разные технологии и не бояться этого. Это единственный путь противостоять злоумышленному.